Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Катя Король и Денис Козлович снова вместе. Парень вернулся из Питера с цветами и подарками, и Катя не устояла. Мы помирились, рассказывает она. Если честно, то мы очень скучали друг по другу и постоянно были на связи. Я ждала с нетерпением его возвращения, и когда он зашел, улыбка, цветы, подарки, обнимашки, поцелуи. Саша Гозиас и Костя Иванов тоже помирились и дали друг другу по очередному последнему шансу. Саша пишет цитатами. «Можешь делать со мной все, что хочешь, только не делай больно. Мне пришлось много пережить до сих пор. Больше не хочется. Хочется счастья». У Кристины Лисковец сегодня день рождения. Ее молодой человек Федя Стрелков красиво поздравил девушку, устроил ей сюрприз. Он украсил шарами дом и подарил красивый букет цветов. Коля Должанский требует интим от Русланы Мишиной, с которой он в паре. По его словам, только после волшебства любимая Русильда будет счастлива с ним в отношениях. Также Коля намекает Руслане, что она растолстела и в таком виде никому, кроме него, не нужна. Руслане пришлось заключить с Николаем пари недели. «Мы поспорили, – пишет Руслана, – если я за неделю не смогу сбросить 3 килограмма, я займусь с Колей волшебством. Сейчас я активно сбрасываю вес, составила себе график и уже сбросила 500 грамм». Алекс Гулеев скоро тоже прилетит на Сейшелы. Ведущие предложили ему составить компанию своей бывшей девушки Руслане, чтобы пара Должанский-Мишина не была такой пресной. По словам Русланы, Алекс не захотел лететь к ней на Сейшелы, но как только Мишина предложила ему 100 тысяч рублей, с радостью согласился. Алекс опровергает эти слова. На самом деле 100 тысяч дает ему не Руслана, а администрация проекта. Эти деньги предназначены его брату, который стал инвалидом после службы в армии. Это компенсация за то, что Алекс не будет находиться в Москве и временно не сможет помогать брату с лечением и ухаживать за ним. Новенький Сергей Смирнов никому не приглянулся на проекте, кроме Тани Кузнецовой, которая ему оказалась не по нраву. Он зовет девушек на кастинг. «Дорогие девочки, мои подписчицы, предлагаю вам приехать ко мне на кастинг. Я жду очаровательную, сексуальную, сочную богиню любви». Наталья Бичан рассказала о том, что Таня Кузнецова влюбилась в ее партнера по танцам и преподавательской деятельности, которого она иногда берет на проект, помогать ей обучать домовцев. Бичан пишет, «Таня утверждает, что я им мешаю строить отношения. Посмеялась я хорошо, так как мой партнер, на секундочку, женат». Ребята на поляне убеждены, что Яна Шофеева и Андрей Черкасов не пара из-за возрастной разницы и его полигамности. Но Яна чувствует искренность Андрея по отношению к себе и считает, что с разными женщинами мужчина ведет себя по-разному. А ведь когда-то точно так же говорила Аня Крученина, а потом и Вика Романец. Вика особенно старается раскрыть Яне глаза на Андрея. Она рассказала ей, что Черкасов ведет переписку личного характера с несколькими своими поклонницами. Он с ними флиртует и говорит, что Яна ему не нужна. Яна пишет, «Я позвонила Андрею, чтобы лично услышать все это. Но, по словам Андрея, все эти разговоры были давно, еще до того, как мы начали встречаться. Самое интересное, что он пытается оправдаться в моих глазах. И самое глупое, что я сама его оправдываю в своих глазах. Я не знаю, что с этим делать, ведь до этого у меня не было такого опыта». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!